Ого, какой ловкий пловец! Теперь тебя будут звать Ариэлом, будешь Русалом. Бровки перекрашиваем в красно-рыжий. Плавательная шапочка сменяется шапочкой для парика. Моделируем торчащую шевелюру. Под водой сложно поддерживать укладку. Улитка познает мир. Только взгляните на эти подвижные глазки. Удивительное существо. На морском дне слизь заменяет гель для укладки. Русалу необходим хвост. Добавляем холофайбер и обматываем пленкой. Обводим силуэт на ткани, пара швов и хвостик сшит. Украшаем его пояском и поеточной чешуей. Ленточка превращается в тончайшие плавники. Избавляемся от старых бумаг. Вырезаем парочку зеленых плавников для хвоста. И, конечно, волшебный медальон в виде ракушки. С ним Ариэл никогда не расстается. Парнишка-русал настоящий романтик. Как прекрасен океан. Его бескрайние просторы. Нет лучше места. Жизнь парня наполнена музыкой. Е-е-е! Рок! Да на полную! Сьюи, послушай! Классный трек, но слишком громко. Теперь русал взялся за игру. Да так, чтобы сотрясалось морское дно. Отвлечь Ариэла может только просьба о помощи. Без тебя не справимся. Быстрее на выручку. Веди скорее. Осьминожки придавило щупальце тяжелым камнем. Ох, друг, будь впредь осторожен. Лепим носик к крупной бусине. Устанавливаем лампу на подставку и закрепляем ручку. Волшебная лампа сверкает золотом и драгоценными камнями. Алис Эбби забрели в таинственную пещеру. Какое сильное эхо! 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 Эбби, все нипочем. Только дай пошуметь. Тише, Эбби! Тсс! Вдруг вся пещера затряслась. О нет! Обвал! Что же делать? Теперь нам никогда не выбраться. В полумраке луч света озарил одинокую лампу. Удивительная находка. Странная лампа. И что с ней делать? Потереть? Может потрясти? О, кто это старая куколка? Пока ты не очень похожа на Джина. И в какую кабинку зайти? Может в желтую? Ааа! Нет! Попробуем в голубую. Ура! Теперь куколка окрашена в подходящий цвет. Рисуем Джинни глазки. Гипнотический взгляд. Намечаем бровки. На губах синяя помада. Красотке нужны волосы. Длинные пряди заплетены в удобную прическу. Глиттерный топ сверкает. Из бифлекса мастерим хвост для Джинни. Ура! Свободный полет! Добавляем сережки. Джинни, пора возвращаться в лампу. Дива дивная! Из лампы появляется Джинни. Благодарю тебя, повелительница. Али в недоумении. Кто ты? Взамен на свободу я могу исполнить три твоих желания. Хочешь удобное ложе? Или крутое средство передвижения? А может, хочешь охладиться мороженым? Или банальных сокровищ? Хотя, если честно, тебе не мешало бы просто помыться. Ну что, загадывай. Я бы с радостью загадала желание. Но зачем мне они в заперти? Выход завален. Ты не поняла, я всемогуща. Они очутились снаружи. Фу, сработало. Давай скорее, загадывай свои желания. Если честно, я живу очень бедно. Первое желание – богатство. Возьмем баночку. Крышечка пригодится. Покроем грунтом. Синий золотом. Выглядит винтажно. Дополним пластиковой деталью. Окрасим. Вау, флэш-тату. Удивительный узор. Восточные сладости. Лучшие вкусняшки в тарелке. Идеальная подача. Угощение с разных уголков света. Перенесемся на пустынный рынок. Торгаши представляют свои лучшие товары. Подлетай. Заморские овощи выбирай. Леденцы от Джафара. А, как же определиться? Ароматные овощи. Ммм. Даже верблюд не сдержался и откусил капусту. Ой, а это что? Удивительная ваза. Что в ней? О, здесь редчайшие лакомства. Агробы. Ароматные. Только привезли. А Джинни та еще сладкоежка. Без сомнений, беру. Ох. Ммм. Мгновение. И ваза пуста. Ммм. Джинни слопала целую тарелку. Ик, ик. Все как в тумане. Упс, кажется, я переела. Ох, как добраться домой. О, капуста. Идея. Верблюд любит капусту. План сработал. Верблюд тут как тут. Вези меня во дворец. Хи-ха-ха. Хи-ха-ха. Из бифлекса выкроем фиолетово-черные щупальца. Ножнички такие самостоятельные. Попробуй успеть. Магия Ла-Ли-Лу оживила щупальца. Набиваем их холофайбером и продеваем проволоку. Сломанному Кену повезло, он обрел целых шесть щупалец. Уху. Окрашиваем кожу в лавандовый. Рисуем глазки. Мимику Урсула сложно не узнать. Торчащие волосы давно не видали фена и плойки. Какие щупальца без присосок. Засыпаем пояс глиттерным дождем. Красота. Поглядите на него. Расслабленно прохлаждается в тени водорослей. Морской колдун днями напролет сидит в своей мрачной пещере и планирует злодейские делишки. Пупсички, плывите ко мне. Так, что сегодня покажет мое зеркало? Ах, снова этот. Смотри, тошно. Опять эта громкая музыка по всему дну. Похоже, хозяин сошел с ума. Ну, я тебе покажу. Меткий удар разделил пенополистирольный блок. Обтачиваем и пропускаем сквозь рулон наждачной бумаги. Хорошенько потрясем. Идеальная шлифовка. Грунтуем заготовку. Окунаем в желтую краску. И вот малышка Флаунди. Знакомьтесь, обладательница самых красивых плавников глубоководья. Уложенную челку-плавник украшает цветочек. Ну, разве не прелесть? Флаунди с Ориэлом играют в прятки. Чёрт, моя очередь искать. Рыбколомка спряталась за кораллы. Ну что, сдаёшься? Ах, вот ты где. Так и быть, признаю, ты прячешься лучше меня. Вдруг подплывает огромная косатка. Живо прячемся! Но погодите, что это подарок? Оказывается, косатка хочет дружить. Вау, я как раз искал такую. Джинни держит слово. Вещи Али преобразились в богатые одеяния. Принять душ после путешествия – ох, блаженство! Из белой ткани выкраиваем широкие шаровары. Шаблоны помогут с мерками. Одевайся скорее! Стягиваем низ штанин. Комплект дополняет белоснежный топ. Добавляем наряду роскоши, больше золота и самоцветов. А обувь – сапожки из термоклея покрываем лаком и посыпаем глиттером. Расчесываем волосы. Обновляем макияж. Обруч с лилией пером подчеркивает статус. Теперь Али – настоящая богачка. Гулять только на полонкине. Али попросила высадить ее около рынка. Продавщица приняла девушку за принцессу и упала в поклонах. Не стоит, поднимайтесь скорее. Вы меня не узнали? Мы виделись утром. Вы обзывали нас воришками. Простите, я не хотела вас обидеть. Позвольте вас угостить мандаринкой. Али готова расплатиться. Нет-нет, это угощение. Девушка с улыбкой покинула рынок, оставив за собой прилавок, усыпанный деньгами. Наверняка проделки Эбби. Оу, Ариэл, спасибо, пригодится. Вырезаем заготовки сумки. Соединяем половинки. Кожаный браслетик сойдет для ручки. Украшаем морской звездой и водорослями. У Ариэла есть хобби. Он коллекционирует утерянные вещи людей. Это наверняка для волос. И это здорово блестит. Найденное он собирает в удобную сумку. В этот раз мастерим зеркало. Интересно, для чего люди используют эти милые штучки? Теперь на стене висит дизайнерский декор. Можно полюбоваться укладкой. Флаунди поплыли искать еще что-то необычное. Эта махровая салфетка нам еще послужит. Выкладываем проволочный каркас. Окантовываем золотистой тесьмой. По краям развиваются милые кисточки. Золотистые косички и стразы плюс сток роскоши. Этот коврик бесценен. Али скучает во дворце. А вот за весельем к Джинни. Ты готова загадать второе желание? Да, я хочу средство передвижения. Джинни тут же исполняет прихоть. Верблюд? Нет-нет, хочу увидеть агробу с высоты птичьего полета. Знакомьтесь, ковер-самолет Клауди. Вау, какая пушистая милашка. Обнимемся. Была уверена, тебе понравится. Али воспарила над городом. Внизу проносились чудесные виды. Ох, столько впечатлений. Ночная агроба безумно красива. Но также я увидела, как бедно живут люди. Мое последнее желание. Пусть все жители агробы будут счастливы в здравии и достатке. Удивлена, какая добрая девочка. Будет сделана. Коврики-самолеты пляшут от радости в озорном танце. От старой зубной щетки отрезаем лишнее. Устанавливаем ручку. Из двух наперстков мастерим уникальный микрофон. Украшаем лентой и ракушками. В такой микрофон приятно петь. Ариэл играет свою любимую композицию. Но что-то его отвлекло. Гитара осталась на лавочке. Я добрался к этому источнику вечного шума. Урсул не знает, что делать с инструментом. Нервы сдают. Несносный инструмент. Стой, давай лучше я тебе помогу. Сначала нужно выучить нотную грамоту. Сложно и скучно. У меня для тебя кое-что есть. Возможно, игра на музыкальных инструментах просто не твое. Попробуй петь. Урсул впервые берет микрофон. И, о чудо, восхитительный тембр. Ребята дуэтом дают грандиозный концерт. Успех, признание, слава. Теперь у них есть все. Враги объявили пожизненное перемирие. С чего начнем? Облепляем пластилином. Придаем форму древней амфоры. Наносим орнамент. Накрепко закупориваем пробкой. Что же скрывается внутри, скоро узнаем. Старик обратился к могущественной шаманке. Помоги, бедолаги. Пошли мне наследников. Увы, ничем не могу помочь. О, горе мне, горе. Можно одарить его ребенком, но не простым. Хитро придумал. Так тому и быть. Абракадабра, явись. Зелье задымилось. В котле появился загадочный сосуд. Глина удержит мое магическое дыхание. Дружок, забрось это подальше в море. Старца ждет сюрприз. Ягу выполнил поручение. Найдут ли сосуд? Или он навсегда утерян в водах? Целая гора дощечек. Обрежем края. Соберем ящик. Наполним искусственным снегом. Воздушный пластилин превратим в рыбку. Пробежимся кистью. Складываем рыб в холод. Так точно не пропадут. Мини-холодейник на старый лад. Дедуля пришел на рынок продать товар. Где же мне встать? Становись рядом. Спасибо, неплохой прилавок. Где же ваш товар? Продаете пустоту? Так бизнес не делается. Эх, покупателей. Есть, а курьер с рыбой опаздывает. Прошу, ваш товар. Наконец-то, свежая рыбка. Подходите, не стесняйтесь. О, милок, дождалась. Хороша рыбешка, возьму две. Да, пожалуйста. Уже закончилась? Ой, а это что за штука? Любопытно. Старинная. Ой. На руках старика появилась крошка Джина. Волшебный ребенок. Вот чудеса. План свершился. Амфора побольше. Вау, явилась малышка. Рисуем глазки. Пора переодеться. Как раз в пору. Украсим штанишки поясом. Малютка Джина просто чудо. Крошка растет еще той непоседой. Чем бы заняться? Как пошалить? Радость моя. Посиди со стариком тихонько. Я могу исполнить любые желания. Кроме усидеть на месте. Я обладаю великой силой. Мамочки, во дела. Чего пожелаешь? Верного скакуна. Олень подойдет? Нет, что ты. А так? Осел слишком волтлив. Верблюд. О, другое дело. Куда же он? Ой, слишком частая магия. Моя сила выходит из-под контроля. Дом затрясся. Волшебный сосуд разбился на осколки. Упс, что я натворила? Ничего страшного. Я о тебе позабочусь. Берем бутылочку. Тонируем и остальные. Расписываем узорами. Сосуды на любой вкус. Дедуля привел крошку выбрать новый дом. Осмотрись, может что приглянется. Не желаете витаминов? Благодарю. Но нам нужны кувшины. О, нашел. Сколько домиков. Как тебе этот? Малышка решила повеселить дамочек. О нет, только не это. Вам не весело? О, мой гаош. Оставьте овощи в покое, прошу. Простите, неловко вышло. Так вы берете кувшин? Конечно. Держите деньги. Забирайте так, только не творите погром и хаос. Окей. В мастерскую явилась Эмили. Стоило прикоснуться, как кукла превратилась в Джину. Из блестящей ткани выкроем штанишки. Сошьем половинки. Украсим поясом. Добавим золотых вставок. Бунтарский дух не обошел даже Джину. С первым днем в школе, дорогая. Эй, ты куда? Я не хочу. Приветик, ты новенькая? Типа того. Добро пожаловать в школу Агробы. Привет, я Джина. Занимай свободную парту. Мой сосед такой милашка. Любишь фокусы? Ну, смотря какие. Это тебе подарочек. Никакой магии на уроке. Ладно, ладно. Фух, повезло. Подготовим распечатанные странички. Вырезаем обложку. Украшаем уголками. Замочек с кисточкой. Дневничок заперт на ключик. Все тайны под замком. Джина вернулась домой окрыленной. Тут парнишка просто чудо. Нужно сделать заметку в дневничке. Джина, ты дома? Да, дедуль. Погоди минутку. Чем занимаешься? Столько домашки. Можно взглянуть? Нет, там ошибки. Перепишу. Ладно, тогда Юдора вынесет мусор. Юдора, выбрось хлам, пожалуйста. Ох-ох, ладно. Этого я не предвидела. Учись, крошка. Джина бросилась к мусорным бакам. Фух, мы снова вместе. Воздушный пластилин превратим в фигурку. Это же обезьянка Абу. Перекрасим шерсть. Забавные глазки. Озарник Абу остепенился. Теперь он серьезный владелец брачного агентства. Аллоу, Абу на связи. Подобрать жениха? Обычное дело. Приходите. Здравствуйте. Кого мне предложите? Хм, этот кавалер неплох. Не для меня. А этот видный усач? О, нет. Хм, переборчивая. Придумал. Последний кандидат. Этот мне нравится. Синекожий весельчак. Прямо как я. Камень, ножницы, бумага. Ю-ху, новая куколка. Ага. Какая красотка. Прорисуем морщинки. Из шерсти получилась седина. Наколдуем штанишки. Почеркнем талию пояском. Набросим золотую шаль. Бабуля Джина выглядит замечательно. Джин все приготовил к свиданию. Ожидает возлюбленную. А вдруг она не придет? Дорогая, так неожиданно. Это тебе. Спасибо. Ты прекрасна. Хотел бы прожить с тобой жизнь и состариться вместе. Ох, милый, я не старею. Это все бессмертие. Мы что-нибудь придумаем. Джина вернулась домой. Дедуль, просыпайся. Используем последнее желание. Что, ты уверена? Подари мне свободу, и я стану человеком. Будь по-твоему. Моя дочурка состарилась. Ох, уже, вот незадача. Вдруг он меня разлюбит? Все пошло не по плану. Возраст не преграда нашей любви. Дарую тебе свободу. Состарься со своей суженой. Пара встречает старость в любви и гармонии. Берем пластиковую деталь. Наматываем ленту. Закрепляем в кассете. Покрываем черным акрилом. Что же хранит старая кассета? Джина с супругом пришли навестить дедулю. Опять спит? О, мои дорогие. Рад вас видеть. Присаживайтесь. Прошу попкорн. У меня для вас есть сюрприз. Кассета с вашим участием. Полюбуемся самыми памятными эмоциями. Наше знакомство. А вот свадьба. Джина захихикала. И нечаянно толкнула стол. О, что же будет? Я же человек. Чего испугались? Точно, магия больше не правит. Над жизнью джинов. Выбираем полимерную глину. Сминаем комочек. Придаем форму лампы. Витая ручка, как в старину. Украшаем драгоценными стразами. По пустыне блуждает турист. Ну и жарища. Ну что, дружок, отправимся дальше. Ой, что-то не так. Я попал в зыбучие пески. Верблюды ничем не могут помочь бедолаге. Куда я попал? Да ладно, пещера с сокровищами. Счастливчик, Тед. Воу, старинная лампа. Читал о таких в книгах. Должно быть ценная вещица. Неужели чистое золото? Ну вот, началось. Кажется, в пещеру наведались гости. Захвачу с собой. Нужно выбираться отсюда. Любит, не любит. Небо, дай мне знак. О, а это что? Приглашение в Ла-Ли-Лу? Вы меня звали? Беги в космосолярий. Сказочный цвет кожи. Рисуем синие глазки. Определимся с прической. Идеально. Дополним юбку изящными складками. Позаботимся об украшениях. Ожерелья. Джина, выглядишь фантастически. Фу, наконец-то я в безопасности. Потереть лампу? Опа, лампа скоро освободится. Скучал по дому. Вдруг из лампы появилась Джина. Приветствую, путник. Эй, это моя лампа. Нет, моя. Так нечестно. Два Джина? Докажите, что вы настоящие. Да легко. Откуда, по-твоему, в пустыне взялся индюк? Твоя очередь. Придумал. Теперь лампа моя. Эй, как же мои желания? Отстань. Ладно, тогда я пойду. А, ты куда? Кто определит, чей это дом? Выбираем воздушный пластилин. Придаем форму птичке. Клюв и крылышки. Из проволоки получились лапки. Попугай Ягу всегда готов дать мудрый совет. Мой верный помощник готов восстановить справедливость. Где они ходят? Время приема. Все, надоело ждать. Обеденный перерыв. Настал мой звездный час. Теперь я главный. Лампа моя. Но этот бродяга тоже претендует. Ясненько. Клевета, протестую. Моя. Нет, моя. Моя. Тишина в зале суда. Что здесь происходит? Джины, сэр. В чем ваша проблема? Он. Она. Это все он. Хе-хе. Нет лампы, нет проблемы. Стой. Держи его. Да, ну и денек. Подготовим пенополистирол. Вырезаем круг. Еще один. Теперь круги поменьше. Склеим вместе. Наденем утяжелители на ось. Голубая упаковочная бумага. Весьма необычный подарок. Джины пришли на рынок. Пока Джина болтает с продавцом, Джин ищет спортивное снаряжение. Может, кукуруза заменит гантели? Или таскать чемодан? Девочки, точно ковер. Оф, слишком легкий. Хочешь накачаться? Ага. Абра-кадабра. Держи подарок. Вау, что это? Увидишь. Класс, штанга мне пригодится. Хм, она сделала мне добро. Может, это любовь? А, Джина? Постой. Какое милое начало отношений. Из пенополистирола выпекаем торт. Какой высокий. Украшаем первый ярус. Листочки. Второй покрыт зеленой мастикой и сердечком. Четыре яруса сладких подушек. Настоящий кондитерский шедевр. Настал долгожданный день свадьбы. Оф, такой важный день. Мисс, разрешите составить компанию? У меня аллергия на шерсть. Как трогательно, правда? А вот и наша парочка. Ох, вот где моя лампа. О, спасите. Молодец, Раджа. Дорогая ты, прекрасна. Фу, лампа цела. Ура, поздравляй, молодоженов. У этой лавстори хэппи энд. Раз, два, три. Тройня. Перекрасим малышей в голубой. Нарисуем темные волосы. Выкроем хвостик Джина. Две девочки и мальчик. В семье пополнение. Джина скроллит интернет. Милая, чем занята? Секретик не скажу. Сделаю ей сюрприз. Окей, Гугл, доставка Алиэкспресс. Заказ прибыл. Кто там? Я открою. Что там? Сюрприз, не подглядывай. У нас будут детишки. Как волнительно. Интересно, кто появится на свет? Первым явился малыш. Затем девочка и еще одна. Дорогой, какие чудесные детки. Хо-хо, мы стали родителями. Семья счастлива. Тигр исполняет дивные трюки. Браво, браво. Проволока пригодится. Согнем каркас. Обернем фольгой. Вау, получилась пластилиновая голова. Создадим текстуру шерсти. У тигра особый окрас. Осталось нанести полоски. Закрепляем проволочные усики. Раджа собственной персоной. Друг, мне нужно похлопотать по хозяйству. Присмотришь за детками? Раджа очень рад. Хе-хе, усики. Тигра, покатаешь нас? О, бедный тигр. Малыши вымотали. Раджа даже спрятался. Попался. Теперь ты водишь. О, непоседы совсем тебя утомили. Идите на ручки. Молодчина, Раджа, выручил. Держи угощение. Рыбка вкуснейшая. Раджа доволен, а маме удалось отвлечься от суеты. Прогладим одежду. Упс, дырка. Зато появилась ткань для поделки. Накроем на стол. Свернем блюдо в котонку. Бон аппетит. Я проголодался. Пора подкрепиться. Еды было маловато. Джина. Джина. В чем дело? Приготовь вкусненького, плиз. Присаживайся. Выбирай, дорогой, что душе угодно. Ты приготовишь, что я захочу? Ну, конечно, да. Отдыхай, я позову. Что же делать? Как это готовится? Нужны рецепты. Что тут пишут? Упс, подгорело. Бывают неудачи. Схитрю. Магия в помощь. Так намного лучше. Дорогой, все готово. Ты чудесная хозяйка. Спасибо. Разрежем лиловую ткань. Протянем проволоку. В центре синее полотно. Распишем скатерть узорами. По углам свисают кисточки. Ковер-самолет унесет куда угодно. Джин смотрит сериал и бездельничает. Ух, что же будет с Матильдой? Фу, ну и помотала меня. Ох, она топтала. Ладно, прикрою. Что за грязь на полу? Ковер, твоя работа. Держи выбивалку и избавь его от грязи. А я пропылесошу. Ложись сюда быстренько. Выбьем весь ссор. Ой, ой. Иди сюда, я задам тебе жару. О, помогите. Снова балуетесь? Займитесь делом. Нас здесь нет.